приветствую вас друзья прям таки не знаю прям таки не знаю может он все-таки до исследовать эту грёбаную как его кладбище кладбище то до исследовать это вдруг тут все-таки что-то припрятали а какой-нибудь даже его камень силы или еще что-нибудь вроде того хотя все-таки не похоже на то да давайте больше сюда валить да это нехорошим делом занимаемся обворовываем покойников да это не по ведьмач и не по ведьмач и тем более что по ходу уже обворовывать то нечего и гиги гиги вы все уже сперли ребятки все погнали отсюда где там выход да раз пришли мы в этот городишко давайте быть может натуре займемся обычные нынче не в почете а что закрыто прочитать на как это квестовая хрень тоже так делают выход так как выходу пойти просто я помню то что точно был выхода из города там был какой-то квест помнить когда мы сюда шли да вот 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 тут торговец и квест какой-то пожалуйста таверна лид лис хитролис быть еще красивый этот туссет на капицу даже город да вот доскать и стильно сделано и просто шикардос то пьяный бедный горожанин пьяный бедный горожанин так купец и такого с тобой можно поиграть квинт судя по всему до доброго здоровья с у чего изволишь не с ним только поторговать и в принципе и поторговать то нечем насколько я понимаю да у него ничего такого нету ну можно продать штаны потерьского гвардейцы можно продать to run можно ему продать мелких можно ему продать ангферхе и можно продать стальной меч баклерского гвардейца потому как стоит он очень даже неплохо да потом сейчас малые рунные камни у нас еще тут есть смотрите давайте еще их продавать до раза братишка тут такой дорогой о и вернее богатенький да почему бы не продать нам давайте еще буква ему всякого продадим у меня всякого всякого до буха как говна просто вы смотрите какое хочешь чересчур его наверно много сына и бухом не люблю лечиться потому что она получается что до опьяняет и мне этот эффект визуально не нравится вроде бы и не мешает никогда в процессе геймплея но в то же время что-то я не люблю да вот давайте всякие эти сети не стоит вообще понты я думал что эти винище по нахожу знаете они бабла будут нормально стоите в итоге честная это вино но все тут понты вообще стоит абсолютно да так тут у меня для продажи ничего не туда а вот опять же я нашел стрелка его опять да вот я сам себе обещал что не будем больше подбирать всякое говно и в итоге все равно мы его подбираем так вот серебряные приборы на 27 золотых а вот же у меня туда еще смотреть серебряные ожерелье с янтарем серебряный перстень с янтарем серебряные ожерелье с изумрудами ложка из чистого золота 105 золотых офигеть а так тут он ничего не покупает ну тут я думаю что же ничего не будет покупать на они покупают а про то что его продавать мне тут в основном уже не так много то осталось вещей и все они могут пригодиться но вот разве что вот водная эссенция как говно можно ему штук 17 точно продать до блин жалко что с ним винт нельзя поиграть я уже читая тогда мы не играли винт что я бы уже поиграл был винт хоть с кем-нибудь бы на самом-то деле да зачем нужно такие вот красноюзские инструменты броника мало только на составной части вроде бы продавать их можно вернее разбирать так что я думаю что они нам особо то и не нужны он все короче хорош хорош увидимся баба маленько размутили чуть такое при пацаны а че делать для такого еще не было реально никогда дать может быть знаете как сохранился и загрузиться за конечно забавно вообще же мне такого еще бога не было никогда ведьмаке давайте надо загрузимся теперь тупо все пропало да все текстуры вообще пропали это жестяк конечно всяко у меня была вода всякие баги но такого конечно я еще не припомню это жестко это жестко несомненно очень очень жестко туда но бля не прошло а чушь блять а чушь делать-то бля это пиздец а так а чё я не делать я что-то охуеть офигеть да блять наверно давать этот а вот у меня есть там где еще с ним не говорил дарья но мне такого не припомню баха пиздец конечно причем я думал что я перезагружусь она пройдет и нихера нихера я теперь уже и очкую с ним торговать давайте они будем с ним торговать блин жалко тоже время не столько потратили чтобы продать ему все это да в итоге блин ничего не продали просто походу с ним нельзя говорить все пропадает он какой-то проклятый тоже какой-то джин типа этого как его скажите я скажу помнишь меня а скинку из беда горожайного вино что не понял показано что вроде бы с этим чуваком квестного никого квеста нету а наверху наверное точно тут еще какой-то пьяный мужик так официантка а вот какой-то шарль ланзана давайте тоже сохранимся перед разговором с ним адриха подальше чем делать вы может по поводу объявления мастер ведьмастер я ведьма только никакого объявления не знаю я расскажу в чем проблема может вы и поможете не задаром разумеется тут все дело в городском кладбище вопли и шум там по ночам творятся такие что сон никак не идет а началось все в день поминовения святого бендера это я точно помню я с этим ходил к княжеской гвардии кажется ничего не нашли да кто их там знает может и вовсе не искали так что же мне делать самому по кладбищу шляться мастер ведьмастер мне понравилось шум повторяется регулярно каждую ночь я живу рядом и слышу все так громко словно мне трубу к уху приставили да кажется я понял так что с долларами и сколько я за это получу а сколько вы хотели бы невежливо отвечать вопросу на вопрос ну так это вообще понтовый квест вон за 50 аренов давайте хоть до 65 что ли поднимем да по деньгам этот квест вообще понтовый я этим займусь жертвы были никто недавно не пропадал или только шум и все по счастью ни с кем ничего не случилось думаете это какой-нибудь чудовище возможно но с таким же успехом это могут быть кладбищенский вор или какой-нибудь продяга посмотрим уж сам не знаю что хуже чтоб там не было займитесь этим мастер побыстрее мастер ведьмастер ёпты да пока что очень обидненько то что короче подождать до сумок до сумерек вернее до сумок говорю то что вы винту детским поиграть да я так рассчитывал на этого братишку блин а купец всегда в таверне купец всегда с ним можно было у винты играть от прям какой-то неправильный купец давайте еще раз попробуем с ним таки поторговать а друг сработает значит ему продавали мы продавали штаны бактерийского гвардейца такие вот мечи говняные продавали да и все наши бухом его продали за дать просто продадим все бухло а у те вот вещи уже там ожерелье цепочки и дать и их продадим уже ладно все таки тоже ведь они и вес захламляют и общей на хрена они нам нужны я же не думаю что два раза подряд тот же самый бак будет правильно все таки это же ведьмак а не какая-нибудь забагованная игра я думаю что все таки это просто что-то там такое разок сработало думаю что следующий раз все будет хорошо и искренне на это надеюсь собственно говоря то вот тут что я хотел продать да вот тут еще вот короче говоря вот да всякие там перстни ожерелье столовые приборы золотая ложка ну вот эти вот черенки к его топор да вот так вот говно все хорошо удачи увидимся о да ну да просто что-то разок сыр не сработало ну и вот тогда годится что в нам теперь надо возвращаться на кладбище у нас там теперь новая работа головорез что то что то есть ну явно не из бочки девочка там где ты ищешь так на такой внизу не слышно но пожалуй стоит осмотреться я так воспринимаю что мира сначала нужно дождаться типа как сумерек да а потом уже короче говоря ждать вернее выслушиваю что тут за хрень а вот что есть смотрите сорванная щеколка кто-то пробрался на кладбище данная надо подождать чуваки сначала до сумерек я так понимаю что на днем тут ничего не произойдет а что-то есть какие-то следы вытоптанная трава и нет он имел ввиду другие звуки вытоптанная трава и панталоны ёпты трахался кто-то на кладбище а нашли место в придурки так мы что до восьми вечера что-ли подождать или до скольки даже не знаю ну что а ведь теперь уже не нужно ждать до сумерек то есть теперь просто источник звука твою мать опять кто-то долбит ага кажется идет из катакомб так она короче говоря суда но я кажется понимаю почему такой маленький вознаграждение потому что никакого чудовища не будет скорее всего просто кто-то там да на кладбище или ты или трахается или еще чем-нибудь такое делать откуда этот шум обыскать скрипт да сейчас там найдем просто здесь какую-то либо парочку либо кого-то странно логово кладбищенские бабы тоже не похожи либо просто какой-то шутник что называется а вот что то есть смотрите здесь покроется маргода корня разбитая посуду будто кто-то ее швырнула в стену луи де карантен почил день поминовения святого бендера звук доносился откуда-то оттуда довольно свежая похороны были недавно и этот могут быть кладбищенские воры золоченый подсвечник они бы тут не оставили ни чудовища ни кладбищенских воров просто небольшой пар может это все таки не здесь странно так ничего пошли дальше искать быть не может шум явно доносится из этого склепа так я чуть не понял куда идти написано выше да чего здоровенный склеп кстати говоря а звуки реально стремные ну он серьезно если бы я где-то был бы один вот таком вот месте и слышал бы такие звуки то я бы реально перетрухал бы скажем честно ну ну давайте на нас сохраним садриха подальше так куда ты хочешь я шел сюда что то здесь не так надо подождать развитие событий спрятаться и выяснить где источник шума ага за статуи спрятаться да а ты только и знал что целыми днями играть в эти карты как как краснолюд какой-то фу уж всяко лучше чем стоять у дверей храма лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи неблагодарный я за тебя молилась чтобы ты сбросил с тебя ермо азарта вот видать и намолила услышали боги твои причитания вот и радуйся что муж твой помер а тебе чего здесь частная беседа а значит все таки призраки честно говоря даже не ожидал о чем вы собственно спорите не твое дело может вам помочь не знаю кто ты но ты обязан мне помочь не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником убери его из моего склепа а в чем тут собственно дело это мой склеп а эта швабра даже после смерти не отцепится так и будет мне плеш проедать куда я смотрела когда за него выходила ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл неблагодарная ты свинья да было то сука всего раз и то в шутку но сколько раз повторять а кто все наше имущество на статую лебеды пожертвовал это благая цель святость пророка на веки изменила бы этот край азарта и ереси откуда мне было знать что они мошенники а я не говорил и всего то раз пятьсот тихо успокойтесь оба так пока вы тут вдвоем мира и покоя не будет придется одного из вас переселить да убери его и если уберешь я скажу где спрятала его счастливые карты для гвинта так и знал что это ты значит мало того что выкинешь меня из собственного склепа так еще моими картами расплатишься сейчас меня кондратий хватит да были бы меня эти карты на турнире в бельхавене я бы до сих пор жив был все из-за тебя овца чумная из-за тебя меня зарезали тебя за долги убили нечего меня приплетать мужик ты же не станешь слушать эту старую ханжу кажется я знаю где она спрятала карты сам тебе их отдам только убери ее отсюда мне придется подумать ну ладно одного из них надо перенести забавный тоже такой квест да тут вознаграждение роли не играет тут сам по себе квест просто прикольный да сам по себе и плюс все таком будут классно вознаграждение даже не деньги а то что мы получим карты для гвинта уникальные ну кого убирать не буду с тобой больше разговаривать это значит урна с марго а это с этим придурком ну давайте лучше чувака заберем потому что тёлк это точно нам скажет где карты а чувак просто догадывается да поэтому лучше чувака переселим хотя вообще значит ты все таки дал ей себя дать эх сука ну ладно слушай есть у меня к тебе маленькая просьба будь человеком перенеси меня в зал баклерского общества любителей гвинта оно тут недалеко ты был его членом? вот как раз нет но приятно было бы а если я к ним после смерти вступлю никто и возражать не станет я так точно не стану я этим займусь где зал? как спустишься в катакомбы иди прямо вход в зал в начале коридора по правую руку спасибо тебе не вообще да наверное нужно было мужскую солидарность проявить но но мне просто реально ссыкотно все таки хочется карты для гвинта получить то точно да стопроцентно ага не сюда да хочется получить стопроцентно а для этого надо помочь тетке глубже в катакомбы пойдем ёпты как далеко то а ага вот оно пустим все честное помещение достопочтенных членов баклерского общества любителей гвинта это здесь пустим карта вечно идет так взять камеру чтобы найти место для урны а тут уже какие-то расхитители тоже да? ага а вы господа тоже в клуб любителей гвинта? а вы господа тоже в клуб любителей гвинта? что сука ты еще кто такой? кто тебя послал? так много вопросов и так мало ответов философ сука нашелся вали его ребята он же тут в одно рыло эх если б мне давали по кроме всякий раз когда приходится это точно проще простого хорошо отдох винту обрывок шкуры смола так а че куда урну то ложить? а вот да? ладно идем к Марго за наградой да мы сначала пойдемте к Марго потому что у нее награда это классная правильно? блин интересно что это за карты будут для гвинта вот прям мне поменяешь прям муля эту знать четенькая я вообще люблю тут как карты для гвинта собирать одно из моих наверное любимых занятий в ведьмаке на самом деле такой довольный когда получаешь какую-то действительно уникальную карту типа той же карты коровы вы помните как мы нашли вот это я тогда помню довольный был как слон просто готовы ну и где шкатулка с картами? как выйдешь через бочарные ворота поверни направо наш дом там легко узнаешь там над дверью вывеска с деревом шкатулку я закопала в саду под розовым кустом вывеска с деревом розовый куст запомнил блять сложно и вот честно если бы мне вот в реале бы вот так вот подсказали я бы хер бы нашел скучно а что ты сделал слуи? воистину он света не видел с огвинтом но я бы не хотела чтобы он очутился в канаве или в выгребной яме не волнуйся я нашел ему хорошее место там он будет себя чувствовать как дома прощай скучно теперь теперь будет не с кем поругаться то а да вот если бы мне бы просто был в реале так он бы кто-то подсказал то что найди там где-то какой-то домблиц какой-то вывеска я бы хуй бы нашел бы реально да это сейчас хорошо просто тебя по карте сейчас покажет куда идти надо и поэтому найдем а так бы я фиг нашел честно говоря могла бы нас уже провести туда ради такого дела мы же тебе помогли да дуйся такая что за херня ох так где же ваш домик ну тут у тебя и бронники есть и кузнецы я думаю что мы тут точно чуваки найдем себе игроков в винт брать блин еще квест смотрите опять бежишь просто вот по дорожке да еще квест есть смотрите офигеть бродишь бродишь себе да и прямо так вот по дороге находишь квесты причем как вне локации города какого-нибудь да так вот и уже сам город мы какой-то нашли этот баклер или что оно такое или где мы сейчас даже я толком так и не понял и тоже прямо по дороге разбросаны квесты да в баклере в баклере мы так ну вот бочарные ворота вот да это ваш дом да ребятишки медальон вибрирует ёбанаврот блять все да подразумку встал ну шо все как она говорила вот и обещанные карты для гвинта забрали карта так а чё чё за карты то непонятно скелли и все те же карты кстати казни чё а у меня уже есть одна чудовище тоже все те же карты я чуть не понял ни хера не будет так у меня все те же самые карты что она мне дала ну да ну да ну да ну да что я ни хера не понял ахина мне дала карты если блять блять надо было чувака выбирать мне тут мне это карты какие то дали только чё за карты непонятно потому что у меня по-моему все те же самые карты что были в колоде да так те же и остались я честно что-то не очень врубился что я собственно говоря себе за карты замутил и как отсюда съебаться то а тут тоже закрыто да тут все закрыто непонятно куда выйти вообще ребятишки блять а а хотя корреспондент где-то я лестницу видел блин где-то ж была лестница помнить а вот да вот лестница наверно сюда вот да чё-то какое-то расстройство реально блять чё-то я подрастроился сириус ли ребятки ой так ну чё пойдем теперь квест дадим да ну реле да написали то что блин получишь какие-то уникальные карты для винта а в итоге я же у меня в колоде все те же самые карты что и были тут ничего абсолютно нового мы не получили как непонятная тема о суды суды вам письмо мне от кого а вот этого не знаю я только доставить тут есть штамп поплачено проваливай ну на держи монетку держи и спасибо так это вам спасибо уважаем всегда к вашим услугам любимый геральт надеюсь что у тебя все в порядке ты сейчас наверное выслеживаешь чудовище или снимаешь какое-нибудь проклятие о геральт как я хотела бы знать подробности чем бы ты ни занимался может в перерыве займешься еще одним делом в старом манускрипте купленном у одного назаирского купца я нашла нечто очень интересное по словам автора в баклере жил и работал некий профессор моро который исследовал ведьмачьи мутации подробностей не знаю но думаю уже одно это тебя заинтересует дневники моро были похоронены вместе с ним а они могли бы вывести тебя на его лабораторию прилагаю карту которую нашла в том же манускрипте она не в лучшем виде но надеюсь она тебе поможет пожалуйста береги себя возвращайся поскорее твой адрес профессор изучал ведьмачьи мутации дело и правда интересное кстати интересно а вот если бы допустим мы бы в оригинале ведьмака выбрали бы еннифер то письмо бы отправила еннифер типа да потому что видите как бы есть письме отсылка то что на тебя и где-то ждет то есть скорее всего ждет тебя в кавере да а ты вот решил съездить в баклер то есть прикольно да я живу скорее всего да если вы бы выбрали еннифер я так понимаю то что нам бы это письмо типа бы как еннифер бы и написала и это нереально круто конечно ну квест этот потом уже как-нибудь возьмем хотя вообще да квест на ведьмачьи мутации для нас это конечно очень важно потому что мне уже подсказал братишечка то что пройдя этот квест ты сможешь поставить какую-то мутацию на мутагены и ордов и ордов замораживать противников а я бы очень хотел бы этому научиться навык реально классный так это наверху я до учиться тут вознаграждение даже толком то и больше брать ради наверное опыта хотя и опыта я так думаю намного наверно не дадут а денег сколько там 60 аренов мы договорились да то есть для нас это сейчас конечно просто копейки не готова не будет больше шума на кладбище там теперь тихо и спокойно ах ну хоть высплюсь в собственной постели в лесе тоже стало слишком шумно все рут как оглашенные один только и знает одрин одрин как полауты но что там было на кладбище чудище как вы и говорили да очень трудное было задание да нет семейная ссора давайте правду скажем да нет семейная ссора только и всего а попили то как что ж жаль что побеспокоил вас из-за такой ерунды вот вам тут и за труды спасибо да 5 опыта получили офигеть 65 кроме жаль что приспал беспокоил вас из-за такой ерунды вот вам тут и за труды да даже рифмой сказал братишка ой хорошо ну что нам бы поспать пожалуй теперь до утра господин хорошо еще когда тепло да до утрица подождать да наверное побегать по этим всем кузнецам кузнечикам да поискать еще какие-то квесты там я же я только так и не понял что мы за карты взяли реально что то я не врубаюсь вообще тут откопать откопали и вроде бы он сказал то что вот мы взяли какие-то карты но ни хера нового у меня не появилось а бестии ты сэка не боишься ну и хуй с ним так где там у нас был какой-то кузнец да вот тут смотрите у нас тут и квест блять тут вообще капец что творится вы зацените кстати город реально здоровый только здесь смотрите вот уже кузнец бронек и квест и тут еще какой-то продавец бронек и травник и это ж нельзя забывать то что у этих ребят сто процентов скорее всего можно будет в винт поиграть да да чё вы так стонете дуры так а как туда попасть ага у рубов нет зубов много о вас говорят эй, ты твой мальчик ага ага я чё тихо не пойду как попасть в кузнецу если честно а а лучший товар на весь базар ни хера не понятно а вот 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 оружейник да а где он непонятно наверху что ли а ага лучшая сталь во всем тусанте ты глянь только у меня есть особый заказ возьмешься? зависит от того насколько особый вот чертежи лучше сам решай у у вы для меня это темный лес но я знаю кто мог бы тебе помочь загляни клафаргу он держит кузню у метинских ворот хорошо братишка покажи что у тебя есть кстати пока что печально мы находим всех этих кузнецов но никто из них в винт не играет что-то непонятно раньше наоборот было помните всегда находишь себе ой нету нажал находишься до этих придурков и они всегда да наоборот готовы играть в винт прощай нет до свидания а здесь же наоборот что-то всех находишь уже которого мы находим купца а винта у него нифига нету на кой херня такой купец нужен так это бронник да может и в винт будешь играть придурок я чё о есть у него отлично давай братишка может сыграть почему бы нет да ну что давайте за за чудовище давайте сыграем да а он за тимерию кстати говоря сложно будет он у нас есть шпион у нас есть казнь да у нас есть вампир кстати карты реально хорошие даже не знаю блин по правде говоря утра что ледяного великана пожалуй можно обменять было бы да ну а юнтера димли тоже это ведь не нужен о трис получили туда ходиться да так я даже первым хожу ты смотри ну начнем давайте мы давайте мы начнем наверно с элемента ли земли а там уж будем смотреть так у нас катапульты да катапульты катапульты ну давайте трис походим о еще три бушет отлично а я шпионом похожу о корову корову по-любому ходим да чучело он забрал три бушет но я коровой похожу что сдаешься братишка спасавал отлично ваш ход да я тоже пасу естественно отлично карта коровы охеренная тема так теперь а опять мой ход а почему опять мой ход если я первый раз тоже я первый ходил что то я не понял немножко ну ладно так йеннифер катапульту восстановил да ну давай вампирчиков походим получается я казнью то и не воспользуюсь по той простой причине что я из себя и буду попускать получается да ну да падал моих чуваков попустил ну да я сейчас же даже получается как бы это возьму эту казнь а применить я ее применю против себя же а я корову себе воскресил отлично короче я думаю как это спасавача поставим в драугра им лириха и наверно спасуем ребята хотя честно с таким перспективами я даже его и во втором раунде еще вынесу честно говоря 76 у него 39 у него всего две карты осталось то есть это ну да по правде говоря я не знаю что он должен такое сейчас выложить свои последние карты чтобы меня сейчас удалить ну ну у него ноль карт ну я пасую хорошо еще такой-то более слабенький оппонент получился да я даже две карты не использовал что-то вообще как-то слишком просто было ну ладно а чему выиграли 100 крон это понятно камби какого-то это тоже для скелли я так понимаю да скеллии да камби только что он делает я чуть не совсем понимаю если честно когда эта карта уходит с поля боя она призывает на свое место новую сильную карту отряда а так это что-то типа того же этого я понял да что-то типа той же коровы только для скеллии понятно так владелец винокурни ну давайте с этим владельцем винокурни уже ребятки тогда перетрем в следующем выпуске да на сегодня у нас все я вам как всегда благодарен за просмотр за подписки за лайки до новых встреч пока пока